Знаешь, вот, Саш, я тебе не признавался, но я с детства мечтал стать большим бизнесменом. Ну, возможно, IT-корпорацию иметь или что-нибудь такое. Неплохая заявочка. Обычно там кто-то космонавт, кто-то лётчик. Я, например, в перспективе должна была быть президентом. Да, почему бы должна была? Кто ещё знает? Но в любом случае про бизнес, про политику сейчас не с кем говорить. Вот про бизнес поговорим с нашей гостей. С нашей гостьей. Ну, наверное, прямо сейчас мы к ней пройдём. У нас в гостях сегодня всё потому, что Анна Стародубцева, основатель и организатор бизнес-форума «Крымская неделя бизнеса». Ну вот, заодно сейчас и узнаю, с чего мне правильно начать будет, потому что всё-таки сама понимаешь. Я думаю, Анна нам сама и сподскажет. Начинать нужно пораньше. Доброе утро. Доброе утро. Анна, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас бизнес на полуострове? То есть как развивается эта сфера деятельности? Сфера деятельности наша? Да, ну, ряда организаций вообще. Чем мы занимаемся? Бизнес-образование, то есть развитие. Наша задача – развивать бизнес Крыма, да, давать ту информацию, те новинки, те торренды, которые помогут крымским предпринимателям и бизнесу развиваться и становиться сильнее, более конкурентоспособными на этом рынке. Так, ну вот, хотелось бы подробнее поговорить, развиваться. Ну и как первые шаги вообще? Малый бизнес, средний бизнес в Крыму получается ли стоять на ногах сейчас? Получается стоять на ногах у проактивных, да, те, которые действуют, которые постоянно пробуют, которые учатся не только на своих ошибках, да, еще изучают ошибки тех, кто уже добился результата. Вот как раз наша задача, одна из основных – показывать опыт других, показывать то, каким образом они достигли результата, достигли той цели, да, достигли тех оборотов. Все-таки бизнес – это про деньги, да, будем говорить про это. Вот, естественно, миссия, цель важны, но в основном основное, да, это деньги, ради чего предприниматели занимаются этим всем. Но часто это уходит из виду, и бизнес называется, как очень популярно сейчас, самозанятость. Да, самозанятость у нас такой небольшой мини-бизнес. Как раз основная проблема, да, с которой сталкивается сейчас, трудность какая, это то, что тяжело перейти с этапа малого бизнеса, такого семейного, да, можно сказать, бизнеса, на более глобальный. То есть, что необходимо сделать, какие шаги, чтобы выйти на новый уровень. И как раз вот по всем аспектам бизнеса, которые основные, мы даем, как сказать, как кирпичики, да, выстраиваем отдельно про маркетинг, про продажи, про менеджмент, про автоматизацию, про идти, по всем вот этим сферам проходимся. Естественно, благодаря этим знаниям получаем просто колоссальные отзывы, и это действительно радует, ведь бизнес за то время нашего существования, с нами выросли молодые стартапы, да, которые сейчас просто там отели, которые имеют уже холдинг, которых в управлении несколько отелей. Ребята, которые начинали просто был фрилансером, сейчас у него классный бизнес. Поэтому я считаю, что если смотреть позитивно, да, если стакан наполовину пуст, то, естественно, можно говорить, что есть какие-то проблемы. Но мы все-таки за созидание, за положительные, да, аспекты. Естественно, эти положительные аспекты везде видны, и это видно по самому модернизации Крыма. Все-таки стоит опираться сейчас на какой-то свой личный опыт, хотя вы говорили, что нужно смотреть не только на свои ошибки, но и ошибки других людей, или опираться на те секреты успеха, которые используют ряд европейских стран, допустим. Возможно, есть схемы уже, да, рабочие. А реализуемы ли в Крыму, знаете, такие рабочие схемы, которые... Реализуемы, и, как зачастую говорят, очень популярны, да, у нас своя специфичная специфичность. И так говорит буквально каждый регион. Мы общаемся с разными регионами, с разными странами. В Ирландии то же самое, у них своя специфика, нам никто не поможет. Но на самом деле нет смысла изобретать велосипед заново, уже есть испробованные темы. Да, необходимо адаптировать, необходимо смотреть то, что тебе ближе, да. Не нужно слушать там всех подряд и применять. Вот я его послушал, я стопроцентно на себя хочу это затащить, посмотреть, как будет работать у меня. Это тоже не работает, нужно смотреть по себе, потому что бизнес, он имеет душу своего создателя, да, тот, кто вкладывает свою энергию. Вот если энергия откликается, человека, который там дает вам эту схему, да, рабочую, тогда пробуйте. Если нет, возьмите несколько элементов, несколько шагов, и тогда посмотрите, у вас пойдет или нет. Ошибка это то, что на слово верят сразу, да, то есть вот я попробовал, я взял все то же самое, ничего не изменил, у меня не работает. Ну, отсюда и появляются вот эти недовольства, я лучше сам на своих ошибках буду учиться, пробовать. И получается ситуация очень смешная, да, это если раньше смотреть. Раньше у нас тоже не было мобильных телефонов, и как-то обходились, да, люди жили и не думали о том, что им что-то мешает. Но если посмотреть на сегодняшний день, ситуация какая? У нас очень много технологий, много новинок. Если закрываться от этой информации, да, можно жить, можно как-то строить бизнес, но те бизнесмены, которые будут использовать эти технологии, естественно, они будут на шаг впереди конкурентоспособнее. Бизнес, который не будет использован новинки, а будет по старинке работать, ну, естественно, его, он не просто не перейдет из вот этой фазы малого бизнеса выше. Ну, и финальный вопрос, немножко по этике хотелось бы добавить. Очень часто слышу фразу а-ля бизнес, это не для души, а исключительно для денег. Как вы считаете, возможно, на успех обречен лишь тот бизнес, который начинает человек, который действительно любит это дело и видит себя в нем не только как предпринимателя, поднимающего прибыль, но и как человека, реализующего себя в этой сфере? Или все-таки нужно вот переступать уме через себя? Нет, обязательное условие, это чтобы была душа, да, и то же самое можно говорить про мой бизнес, про бизнес там наших клиентов. Это необходимо любить то, чем ты занимаешься. Если не любишь, а только про деньги, ну, год-два он поработает, вырастет. Для кого-то это тоже хобби, да, он выращивает бизнес, зарабатывает максимум денег и на пике прибыльности продает, это тоже может быть, но все-таки про то, что душу вкладывать, это обязательно, только тогда будет успех. Спасибо большое, и напоминаю, что в гостях у нас была сегодня Анастасова Дубцева, основатель и организатор бизнес-форума «Крымская неделя бизнеса». Ну, а пока я сижу и размышляю, есть ли место среди бизнес-окол для молодого и перспективного ведущего, я предлагаю посмотреть следующую рубрику, тем более, что мы подобрали для вас самые горячие ролики из крымских социальных сетей.